Добрый день, Евгений Николаевич. Что Вы можете сказать по поводу политической обстановки на Украине в преддверии выборов? Есть несколько факторов, которые, на мой взгляд, будут влиять на ситуацию в Украине. Фактор номер один. Незаконное вооруженное формирование, которое находится на улицах, это десятки тысяч вооруженных людей, и возникает вопрос, можно ли будет в этих условиях провести честные транспарентные выборы. Проблема вторая. Это деятельность силовых структур, которые поощряют, с одной стороны, вот эти незаконные вооруженные формирования, за редкими исключениями личного конфликта главы правого сектора и главы Министерства внутренних дел. И в то же время ведут достаточно жесткую политику подавления оппозиции на юго-востоке страны. И вопрос, насколько эти полицейские меры против граждан Украины, имеющих другое мнение, будут продолжены. Проблема третья. Экономическая ситуация в стране. Она катастрофическая. Правительство Украины подписало обязательство перед Международным валютным фондом снизить зарплаты, снизить социальные выплаты, повысить тарифы на услуги ЖКХ, газ, электричество и так далее. Будут ли они делать это до выборов или они попробуют это оттянуть на послевыборный период? В общем-то, еще полтора месяца до выборов и тянуть будет достаточно сложно. Следующая проблема – административный ресурс. Сейчас в массовом порядке в Украине происходят замены. После того, как поменяли глав губернаторов, теперь заменяют мэров, заменяют глав районных администраций, расставляют людей, лояльных Юлии Тимошенко. Вопрос, насколько этот административный ресурс может повлиять вообще на ситуацию в Украине. Вопрос тотальной цензуры на украинских телевизионных каналах, украинском медиапространстве, когда доминирует позиция, в общем-то, одной политической силы. Это, на мой взгляд, вообще ставит под сомнение возможность проведения честных, прозрачных выборов президента 25 мая, как с точки зрения, собственно, организации процесса, так и с точки зрения честности подсчета голосов. Что Вы можете сказать по поводу кандидатов в президенты? По кандидатам. Мы сегодня видим очевидную пару лидеров в оранжевом националистическом лагере. Это Порошенко, который сейчас по всем рейтингам лидирует, особенно после того, как он объединился с Кличко. Это Юлия Тимошенко, которая по рейтингам слабее, но зато гораздо сильнее по силовому и административному ресурсу. Кроме того, есть Ярош, который сегодня вроде как на спаде, но надо посмотреть, что будет дальше. Может быть, это тактическое отступление, которое, по его собственным утверждениям, имеет 10 тысяч вооруженных боевиков. Это очень серьезная сила, которая может проявить себя в ходе уже подсчета результатов на избирательных участках. Что же касается Юго-Востока, то там ситуация пока не столь очевидна. Рейдерский захват партии регионов группы Рената Ахметова и выдвижение в качестве кандидата от партии регионов Михаила Добкина пока скорее напоминает попытку создания удобного спарринг-портера для нынешних властей Украины. В то же время, на мой взгляд, есть и такие интересные кандидаты, как два бывших вице-премьера правительства Украины Юрий Бойко и Сергей Тегибко. И достаточно жесткий народный депутат Украины Олег Царев, который целенаправленно выступал против тех людей, которые организовывали этот майдан, который может собрать какую-то радикальную часть электората. Но поскольку власть выбрала позицию максимального выталкивания кандидатов на поле Юго-Востока, чтобы его раздробить, сделать таким вот дисперсным, очень многое зависит от того, насколько смогут сегодня провести более-менее заметную кампанию, в первую очередь Тегибко и Бойко. В меньшей степени я надеюсь на Добкина, который выступает, как я уже говорил, скорее удобным спарринг-партнером для действующей власти. Ну и тоже вопрос по Цареву, будет ли у него достаточно и финансового, и организационного ресурса. Я думаю, что на этих выборах, скорее всего, если они состоятся, выиграет представитель провластного лагеря, будет ли это Порошенко или будет это Тимошенко. Но этими выборами жизнь не заканчивается. Я думаю, что кто бы ни стал президентом Украины, если выборы будут проведены и даже признаны внешними игроками, он столкнется с таким огромным количеством проблем, что рискует растерять свой рейтинг чуть ли не быстрее, чем это произошло с Виктором Ющенко, который обвалился буквально в течение полутора лет. Вообще сегодня в Украине ситуация дежавю, потому что в 2005 году основным политическим конфликтом Украины был конфликт между Тимошенко, тогда премьер-министром, и Порошенко, тогда секретарем Совета национальной безопасности и обороны. И это был конфликт не только политический, но и экономический, потому что они претендовали на одни и те же активы. Порошенко играл с одними олигархами, Тимошенко с другими. И сегодня это на самом деле повторяется, потому что если дистанцироваться вообще от вопроса политической ориентации, то сегодня три олигархических лагеря. Один – это Днепропетровский клан во главе с Тимошенко, где главным экономическим хедлайнером является Игорь Коломойский, руководитель группы «Приват», он же губернатор Днепропетровской области. А вокруг еще ряд олигархов поменьше, в основном импортеров. Есть лагерь экспортно-ориентированной экономики. Среди этих олигархов крупнейшим является Ренат Ахметов, который приватизировал партию регионов. И есть связка бизнес-групп, которые ориентированы на Порошенко, который сам фигурант украинского списка «Форбс». И, видимо, сегодня, судя по политической унии Кличкова, он заключил союз с Дмитрием Фиртышем. Вот три олигархических лагеря делят между собой Украину. И говорить о том, что какие-то принципы свободы, справедливости сегодня важны для кого-либо из этих игроков, на мой взгляд, было бы по меньшей мере наивно. Как Россия может отнестись к выборам на Украине? Вероятность того, что Россия не признает эти выборы легитимными, составляет где-то порядка 50%. Вестник Кавказа побеседовал с директором Международного института политической экспертизы Евгения Минченко. Продолжение следует...